Пельмени 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 Будто бы какие-то кусочки, типа это мясо у нас Он разбавляется с водой и добавляется дальше в продукт Это все вместо того красивого куска говядины, которую ты вначале показывал Да, конечно Далее, вместо яйца мы берем просто яичный порошок Ну яиц жалко, это уже вообще Также входит дешевая куриная шкурка Это очень некрасиво Это очень некрасиво, мы ее там не найдем, потому что она там мелко из молота Дальше мы добавляем туда ароматизатор мяса Ну, чтобы это все как-то мясом пахло, правильно? Серьезно? Мы насыпали Да, я поняла, ароматизатор мяса Ну, так скажем, мясом пахнет, но знаете, как вот эти бульонные кубики Да, ну он просто очень сильно концентрированный, когда он будет разбавлен уже в мясе, будет проявляться настоящий хороший аромат Дальше мы добавляем карагинан Карагинан увеличивает в пельмени количество влаги и повышает его сочность Сочность, а заодно и вес? Дальше мы добавляем усилитель вкуса, наш любимый Ну, как же в пельмени, где нет мяса, получить хороший качественный вкус? Только добавить усилитель вкуса Есть Следующее, что мы можем туда добавить, это фосфат Он тоже повышает количество влаги в фарше Добавляем Продолжаем насыщать пельмени водой вместо мяса, очень хитро Это все пищевые добавки, которые можно класть в продукты? Главное, чтобы их туда добавляли по норме, чтобы эту норму не превышали Далее, чтобы связать, опять же, оставшуюся влагу, мы добавляем туда модифицированный крахмал Продолжаем вообще алхимить Как же без него, как же без него Так И мы добавим еще соевой клетчатки, можем соевое изолято, можем пшеничные клетчатки То есть любые другие продукты, которые тоже связывают влагу Конечно, я не запомнила все названия, но смотрите, 6 добавок мы положили вот в этот куриный фарш для того, чтобы придать ему вид и вкус мяса Но это еще не все добавки, которые могут добавляться в этот фарш Еще также могут добавляться консерванты, как же без них, но мы сейчас их сюда не добавляем Еще могут добавляться улучшители вкуса, еще могут добавляться антиоксиданты Еще очень-очень много всего, что может быть добавлено вот в этот маленький пельмень То есть все, что угодно, кроме настоящего качественного мяса Да, кстати, я забыл сказать, что часть этих добавок, ну то есть вот то, что я сказал, куриная шкурка, говяжий жир, соевый текстурат Все это я подготовил заранее уже и сюда добавил, чтобы грязь не разводить здесь Дальше все это перемешивается Это есть большие такие машины фарш и мясы, в которых это все вымешивается Получился на вид довольно-таки приличный фарш Да Теперь смотри, нюхаем, пахнет хорошим мясом Да, к сожалению, это пахнет мясом Мы подготовили также заранее тесто Мука может быть некачественная второго сорта, такая сероватая, землянистого цвета Для этого в муку добавляют краситель под названием диоксид титана, кодовый номер Е171 Это тот краситель, который добавляют в зубную пасту, чтобы она была белого цвета И, соответственно, мы повышаем белизну нашей муки из темной, делаем ее красивую белую Но его могут не писать дело в чем Если мы увидели белые пельмени, то там явно что-то добавлено Слишком красивый белый пельмень, да, то явно туда может быть добавлен краситель Но в чем дело, ты понимаешь, многие производители не хотят этим заниматься Но почему-то в народе существует мнение, что чем белее пельмень, тем он лучше Хотя, если взять старую хорошую рецептуру пельменей В тесто входит яйцо, правильно? Да Оно дает желтый цвет уже Ну, понятно, мука, может масло входить Это все желтит тесто И оно будет такое красивого желтого цвета Тем не менее, люди хотят покупать только все супербелое И поэтому производитель идет на то, чтобы добавлять туда вот этот краситель Ну вот, а теперь настоящий процесс Мужчина лепит пельмени, прошу поддержать Давай я тебе помогу Давай И тоже слеплю Слушай, я впервые в жизни леплю пельмень без мяса Вот дома, когда готовишь пельмешку, так обязательно же там все самое хорошее положишь У нас красивый ребристый пельмень И у меня красивый, правда же? Пельмень-шестеренка, назовем его так, да? Себестоимость вот такого пельменя может быть не выше 10 гривен за килограмм, а то и меньше Из этого, Андрей, я делаю вывод, что пельмени вообще нельзя покупать в магазине Или все-таки ты научишь определять, какие хорошие, какие вот такие? Я сейчас, да, научу определять На производствах пельмени руками готовить, это очень долгое дело, очень хлопотное дело Потому что пельмень в среднем 10-15 грамм И чтобы так лепить, ну это надо очень много человек, очень большое производство должно быть Поэтому ставятся машины, которые производят где-то от 90 до 200 килограмм пельменей в час Они щелкают как аппараты, и пельмени как семечки вылетают Ну это нормально Значит, мы можем на прилавках магазинов увидеть вот такой вариант И вот такой вариант Какое принципиальное отличие этих пельменей? И какой может быть обман? Есть понятие в пельмене по документам соотношение мяса и оболочки То есть теоретически хорошие пельмени, это 60% мяса, 40% оболочки На чем может играть производитель? Давать больше теста, меньше мяса Мы можем нарваться на пельмень, в котором будет 70% теста и всего лишь 30% мяса А какой из них по форме вот такой тестовой пельмень будет? Эти пельмени качественные Что этот пельмень, что этот пельмень Но в чем здесь может быть нюанс? Смотри, казалось бы, большой красивый пельмень, да? Да И в чем здесь визуальный обман? Если мы обломаем вот эти края по кругу, то пельмень у нас Маленький станет Намного уже уменьшится, да А если мы еще и развернем, и посмотрим, сколько здесь мяса Ну, я говорю, что этот пельмень хороший Но можем нарваться вот на такой пельмень, в котором Вот эта сердцевинка будет очень маленькая, а мяса там будет еще меньше Ты хочешь сказать, что пельмени вот с такой формой лучше покупать, да? Да, их, ну, скажем так, визуально тяжело поделать А я, откровенно говоря, полагала, что вот эти пельмени, вот, скрученные, как дома Что это, типа, ближе к домашним, а вот эти какие-то машинные Вот как я все-таки ошибалась? Ну, что может быть только в таком пельмени? Как могут фальсифицировать? Делать просто намного больше толщину теста И, соответственно, делать из-за этого меньше начинку Эх, нас бы мужья из дома повыгоняли за такие пельмени, да, девчонки? Разобрались Теперь мы сварили два вида пельменей По форме эти пельмени одинаковые, да, сваренные? Да Но эти какие-то некрасивые получаются Серые какие-то пельмени? Видишь, серые и, самое главное, вот эти некрасивые такие потресканные разводы Да Здесь тесто более цельное, более красивое, упругое То есть о чем это говорит? Что в эти пельмени использовалась мука не самого высшего сорта В эти пельмени мука идет хорошая Видно, что она плотная, красивая, то есть и вид их очень красивый На что следует обращать внимание в сваренных пельменях? Это на начинку То есть вдруг вы купили дорогой пельмень, а вам подсунули вместо него дешевую подделку Как выяснить это дома? Мы разламываем горячий пельмень и нажимаем вот на эту начинку Эта начинка у нас мясная, она как паштет получается, мягкая, не держит структуры А может быть вообще жидкая, может быть разваливаться Вот эта начинка, которая сделана по той технологии, которую ты нам раскрыл недавно, да? То есть на пельменях может быть написано, что это говяжий или свиноговяжий пельмени или свины А на самом деле там нет этого мяса, а есть дешевое куриное, да и то не мясо, а со шкурками И ароматизированное ароматом говядины Да Теперь берем второй пельмень То есть мы здесь видим О, тут похоже на миска То есть уже плотный кусочек мяса И здесь сразу видно, что это не какая-то, извините меня, размазня А из настоящего мяса приготовлен фарш и его положили в пельмень То есть вот это вот пельмени по цене не будут, 15 гривен стоить Конечно А сколько будет стоить хороший пельмень? Я думаю, что хороший пельмень, если примерно посчитать, будет стоить не менее 30 гривен за килограмм Это у производителя Это у производителя В супермаркете еще может быть и дороже Еще будет и дороже Да, но если мы хотим съесть что-то настоящее, то уже нужно не экономить На что следует обратить внимание, когда вы покупаете пельмени? Если пельмени слипшиеся, это значит, что они были транспортированы в магазин уже в размороженном виде То есть такой продукт мы не покупаем Если мы видим, что в упаковке очень много льда, влаги Это говорит тоже о том, что пельмени хранились при неправильной температуре И должны мы знать, что если мы покупаем дорогой пельмень и там приятное, красивое желтое тесто Можно этого не бояться Это значит тесто, которое приготовлено по классической технологии Гости дорогие Остались ли у кого-нибудь еще вопросы к Андрею Бабаеву по поводу того, как выбирать пельмени? Смотрите, вы показывали два вида пельменей, два вида лепки Да Вот Чем они отличаются? В эту тестовую оболочку идет намного меньше влаги, чем вот в эту тестовую оболочку Это тесто будет чуть-чуть мягче, это тесто будет немного плотнее У нас еще есть, вот девушка хочет задать вопрос Пожалуйста Скажите, пожалуйста, речь шла о пельменях в пакетах О пельмене на развес, стоит ли их брать? Это те же самые пельмени, что и в пакетах Есть некоторые упаковки, на которых очень много краски и практически мы не можем заглянуть во внутренние упаковки Да-да Больше покупают на развес, но это вам уже выбирать Скажите, а если много в пакете крохкого теста от пельменей, что это означает? Когда пельмень после заморозки с линии выходит, он трется друг об друга, поэтому кусочки этого теста попадают при фасовке в пакет Но это не означает, что пельмень некачественный? Нет, не означает То есть это нам может просто не нравиться, поэтому мы такие не купим Спасибо за всю правду о пельменях Обращайтесь Сегодня мы узнали о пельменях все Плохо то, что в некоторых из них практически нет мяса Хорошо то, что мы знаем, как выбрать качественные пельмени И все будет добро